он еще раз перехвате когда бывает бывает аккуратненько ты же мог бы красить а ты поменяй да да чё ты цепляешься вот включи гибкость ума аккуратненько аккуратно аккуратно тихо 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 молодец нормалек сотку взял отнес да по делам вот так вот чей-нибудь нужна будет помощь ты прям чем возьмешь двоих по полтинничку одного и другой рукой ты отнес покрышку отсюда туда чтобы тебе мешало подтягиваться здесь задал можно подразделить вообще подсказка еще иди ноги вперед идти и вниз их они тебе вот это на на несколько сантиметров потеряешь пролет вперед потому что вниз ты резко тянешь а вот постарайся прям запулять свое тело так что ноги вперед провести но ты сейчас перескотишь намного интереснее лучше с этой перекладины надувись ноги вперед прокинешь то есть не гаси вниз движение поэтому никогда не верит так или иначе я наблюдаю что происходит в жизни уже многих десятилетий все приводит к именно веданию изначальному знанию основ если ты запустил себя если хочешь прилететь дальше и тем более красивее как и ждал в таком периоде как минимум не надо дергаться и переживать на многие вниз дарит на баррак надо что-то типа расслабиться но не вялым расслабленностью а такой вот он там и не не схожим и напряженным если тебе например раз сказали по какой-то причине не хочется сделать так сказали бывают знаешь а вот если мне не подсказать я сделал так не подсказали я считаю что меня заставляют не буду специально делать после даже это правильно вот людьми бывает раз к себе вот если ты не сказал тебя в делу бы а вот только сказать я начинаю нервничать игра почему да говорит потому как будто бы меня заставляют вот у кого-то есть ум настолько он закрепощен не в хорошем смысле в плохом а деревенелый такой даже жесткий что он не он подсказки воспринимает как будто бы вред а чё я буду делать а зачем а вот не хочу например матушка там или батик говорит ну сынка там давай платочек соплю вытрем еще чем а вот мне сказали нет не хочу специально буду ходить ну когда маленький сюда никогда взрослый там дядька усатый бараха бородатый сопли выходит нет не такой когда маленький и вот это понимание да это можем это знать как это безусловно знать ведать да как надо проживать жизнь допустим вот я догадываюсь что тело это для моей души некая одежка а в современном мире это можно сказать знаешь как это ну какой-то биоскафандр такой крутой тело само тело раньше считали что тело как телега она переносит душу ну то есть дает возможность душе вот на насытиться этим опытом действиями чувствами эмоциями там всякие плоды кушать вкус да вот происходящего а потом об этом люди начинают как бы забывать и ассоции позиционировать себя ассоциирует полностью с телом типа считая я тело а ему больно это значит мне больно или там внутри булька иногда срочно закинуть в топку пирожочек там или еще чего-нибудь потом тело превращается в такое разрушенную телегу уже до такой биоскафандр не очень крутой люди начинают переживать ненавидеть себя и ненавидеть самое страшное что ненавидит мир окружающие виноваты блин во всем все другие я не виноват или я не виноват а все другие виноваты и вот поэтому когда кому-то подсказывают это может агрессивно восприняться вот и молодец видишь еще если зевать будешь если будешь прикрывать забрала чтобы муха не залетела цокотуха вообще чё-то съем лишних хазая вдруг она какую грязь на себе принесет я призы грязи но да да вот смотри какая штукенция один раз я конечно прифигел от всяких насекомых таких червячков личинок там их прочих паучков там насмотрелся это в общем представляешь поймали я жил на дальнем востоке какое-то время 8 лет мы там на природе много всякого живности это как-то поймали муху жирнющую такую очень нам подсказали надо чтобы личинки появились опарыша короче сейчас ты офигеешь поймали в бутылку муху прям живую так как ура ловко закрыли там или зачета закинули на в бутылку и туда дым напустили палочку подожди там так надули что-то такой дым попал и держим бля короче это муха начала из себя изрыгать рожать личинок много они заполнили всю бутылку такое отвратительное зрелище но вот этих потом от личинок опарышей их надо на мясо сбросить и они начинают отжираться становятся жирненькими и их можно как червяков на рыбалку понял такой прикол в общем смысл такой проглотить муху до базаров нет там даже может быть рыжевать на прикинь она в последний момент пукнет этими детюльками своими это начнется крайне детстве есть всякие жуткие насекомые если посмотришь да вот на люди приезжают из других стран помочился в воду где-то а в урерту в орган в орган в половой мочеиспускательный канал залезла рыбка собака или червячок представляешь ну не собака рыбки или червячок и зацепилась там и гнить начинает все не проводится соли все которые испражнятся выводиться должны из тела да как вот в очистительные системы на начинает там это все это дело и жуть короче происходит поэтому данька я тебя не то чтобы не пугаю конечно нет ты из храбрецов я знаю что-то об этом знал да но все-таки прикрывает забрала призывки и так аккуратнее себя вести потому что ну реально прикинь какая-нибудь пылинка заразная ядовитая залетит она и так может в глаза залететь или ухо залететь но зачем лишний раз рисковать сегодня так как ты один как ты молодец бодренько разминаешься всякие штучки разминочные бодренько делай и потом свободном режиме но вместе всякое по делу но тебе разрешается поточить что тебе хочется или там попрыгать может быть какие крутости поделать в твоем распоряжении будет весь зал и вся тренировка да и мое внимание как 18 число поэтому делай бодренько дачу хочется делать только пожалуйста аккуратно ладно для в курсе поэтому всех все равно пожалуйста аккуратно попробуй вот с мостиком поэкспериментируй вот мостик обалденный вы его избегаете мостик обалденное упражнение спину реально укрепляет некая штука интересный происходит идет натяжение спины и растяжение живота груди ног там по 10 секунд подаводить на одной ручке постоять на 2 по отжиматься походите влево вправо вперед назад до спиной по вытягивать живой под животом по скручиваться разные варианты сразу наклон вперед сделать после мостик лучше делать складочку да наоборот час не получается живот сжимаем да а спину растягиваем и вот таких действий очень крутое упражнение если тебе получится матушку и батю заставить убедить рассказать влюбить их в это упражнение они будут еще очень и очень долгое время они бодрыми встретят внуков и правнуков своих представляешь если получится их сейчас пока они еще молоды и пока ты молод влюбить в это упражнение заставить их вспомнить соответственно ты сам должен его полностью принять вспомнить как ты возможно в каких-то в прошлых своих воплощениях был крутым витязем который мог так в мостик выйти мечом сабли там не знаю арбалетом как дать копьем да на кончик вперед можно мостики начинать по новую стенки ты молодец можно попроще из положения лежа там с упором на голову прокачать шею да вот такие вот вещи это надо это если ты в игре в рпг играл когда-нибудь roleplay game где на персонажей там рыцарь и разгаряй всего игра но сейчас уже не помни рыцарь и там или военных каких-то очень смысл такой вот там допустим какое-то дается задание и типов бежит и тихо да выполняет его получается за это опыт набирают на этот опыт потом очки опыта experience тратится на всякие умения играл 2 вот у людей вот реально также ты получаешь опыт опыт это некая это это некая сила которая связывает тебя с твоим внутренним миром внешним миром да крутая штука даже плохому даже что-то тяжелое плохой там по руке молотком по пальцам ударил бой забивал до опыт в опыт больно потом будет аккуратнее и он потом распределяется на всякие умения то есть ты можешь научиться от благодаря получению опыта допустим опыт в гимнастике раз может распределиться на умение лечить людей ты сможешь обалденным лекарем стать потому что прошел сам весь этот путь фактически с детства когда первый раз тебя в спорт привели помнишь ну хотя бы как-то еще раньше вот представляешь с детства настолько родители у тебя с молодцы и умницы что просчитали может это же хорошо поэтому делай дерзай бодрый ты должен потом это передать своим детям а дети наши это по сути наши предки дедушки прадедушки прабабушки а почему таким хватом те лучше делать а я понял молодец давай а если пальчики от себя когда ты будешь делать страшно делать этот крокодильчик если делать таким пойдем с переворотом да но зато ты так можно подым переворотом и постараться подскочить у тебя очень ловко может получиться прям залететь на руки вот смотри допустим ты зависаешь делаешь пойдем с переворотом но руками соответственно надо очень широко либо надо сразу в этот момент когда у тебя тело будет находиться над перекладиной прям руки сразу под себя и моментально сделать выход в удержание понял такая штука вот попробуй так вот финтануть ну давай так ладно хочу а ты даже не доделал попробуй тормознул себя сам надо прям вот надо бодрый залет делать вот здесь попробуй оторваться подтянул отжаться вернет перекладин корпус подкинуть свой вот классная штука красивая будет подружки друзьям показать родителям показать на соревнованиях прикинь козырно как-нибудь так это выполнить интересно же интересно нам не надо много чего-то суперского делать дикие вещи которые там ребята прыгают или какие-то поднимают дикие тяжести вообще ужасные или что-то там выполняют ты не выспался что-то да нет наверное не знаю да не уверен что за лень тебя откуда лень или просто спать нравится что делаешь не секрет ну это какая работает что это труд в радость в удовольствие то за ягоды данил подойти по температуру померяем 13 занятий дал тебя помнишь давай глянем еще раз посмотри градусниковый пистолет смотри новичкам данил игоревич 15 07 22 было 14 занятий 18 07 22 получается 13 до вишни ягоды так и работа братух работа это когда не удовольствие и за еду конкретно то есть даже если бабки дают деньги их тратится на еду хоть на чё-то но в основном на проживании эта работа это вообще не удовольствия здесь лишь получал удовольствие или нет нет ну а для кого-то погоди 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 а для кого ты я воскällt перебирал для других для продажи отдать же и собирался этот киде родить он перебирал для родителей ну а что если воспринимаете это как подарок своим родным твое действие это подарок своим родным и уже просто от этого получать удовольствие other me так разочек. А пониже можешь до груди? Это вот выход силы. Во-во-во-во, нормалек. Осталось только дело за малым. Залететь на перекладину и локти вверх поднять, чтобы вот это сделать выход силой. Ну, продолжим. В общем, ты для родителей считаешь, что это тебе не нравилось, это дело, помогать родителям. Братан. Помогать-то хорошо. Так, ладно, тем более родителям. А то, что тебя мама рожала. Как ты думаешь, весело было? Ну, весело, конечно же. А то, что, ладно, бабушка рожала твою маму, а прабабушка рожала бабушку, потому чтобы та родила маму, чтобы мама родила тебя. Как ты считаешь? А ты ягоды пособирал и говоришь, я работал, устал, хочу спать. Ну, что это такое, Даня? А? Это что за ход такой вообще? Ты все это потом своим детям расскажешь. Реально, ты поймешь, когда дети появятся, ты все это поймешь. И это произойдет очень быстро. Всегда кажется, блин, так долго. Вот вспомни, как первый класс ты пошел. Помнишь? Не помню. Да хорош. Да хорош, серьезно. Ладно, ты есть какой-нибудь, у тебя есть какое-нибудь воспоминание из твоего детства далекого? Наверное, есть, но я сейчас не вспомню. Вот смотри, какая штука. Если ты научишься вспоминать свою жизнь, желательно в подробностях, то ты потом, не только плохой, да, вообще все, безучастно, как будто кино смотришь, то ты потом сможешь свой опыт словесно, ментально, умственно, душевно передать своему братишке и своим детям. Чтобы избежать тех камней преткновения, проблем, там аккуратно бросай, там розетка, помнишь? Туда аккуратно меня отложи. Чтобы избежать этих преткновений, которые возникают всегда между родителями и детьми, всегда, во всех семьях возникают вопросы непонимания. Потому что иногда, не именно из-за этого возникает, да, потому что иногда родители говорят на том же языке, допустим, на русском, и такими же словами, но он вкладывает смысл, который ребенок не понимает. А умение общаться, допустим, ты переживаешь свой опыт жизненный, ты вспоминаешь это, делаешь, проходишь это все, и потом спокойно и логично объясняешь. Мам, пап, вот так и так вот, ну, вот такая-такая ситуация, например, происходит или происходило, надо решить. Или потом, сынок, дочка, вот такая-такая ситуация происходит или происходило, надо решить. И тебя и мама, папа, и бабушка, дедушка, и детишки потом тебя услышат, поймут. Не сразу, Данил, как и ты, не сразу, но поймут. Вот ты живешь в каком времени вот сейчас? В настоящем. Как ты думаешь, что такое настоящее? Вот если мы рассмотрим философский этот вопрос, вот что оно такое? То, что происходит в данный момент. Молодец. Оно настоящее, оно постоянно, ну оно постоянно происходит, да? Но ведь до настоящего было что-то. Было прошлое. Так, а после настоящего что будет? Будущее. Вот философски, если посмотреть на настоящее, то что такое настоящее? Что это происходит прямо сейчас, но... Это середина. Между чем? Между прошлым и будущим. Молодец, ты близок, ты близок, братан. Я тебе подсказку дам прямую. Она не всегда во благо, да, подсказки прямые, но в данном случае тебе, ты задумаешься. Настоящее, возможно, это последствия прошлого. Вот наше с тобой настоящее, твое, мое, это последствия прошлого, что совершилось в прошлом. И оно является, возможно, причиной будущего. Представляешь как? Ну да. То есть как ты себя вел в прошлом, вот за это ты сейчас и получаешь. Как ты сейчас будешь себя вести, за это ты получишь эти плоды. И есть очень много подсказок в разных языках, в разных народах, но вот русскому народу есть подсказка такая, да, поговорка. Сможешь мне сейчас сказать? Какую? А которая рассказывает про плоды наших действий в настоящем, в будущем, в прошлом. Как посеешь, ты как посеешь. Что посеешь, то и пожнешь, и как посеешь. Все правильно. Об этом забывается, когда какая-то движня происходит. С братвой там бегаешь, какую-то суету наводишь, мутишь, да, об этом сразу забывается. А когда наступает последствие, то потом, блин, вот это впиралово. Можно вот этот мат второй черный чуть-чуть на себя сдвинуть, да, на который, вот, да. Во, молодец. По фэншуи, да, все ровненько. А сюда, где ты стоишь, ты можешь еще накидать матиков. На маленьком было бы круто, если бы мы с тобой потренировались, и ты порепетировал бы перескок вот на среднем турничке. Перескок из положения, когда упор в перекладину перед животом, перелететь на нее сверху. Как бы в сит попробовать сделать. Нормалек, но еще постели, постели к стеночке туда, постели еще побезопаснее сделай. Дань, принеси, пожалуйста, справку от врача, братан. Данила, ты даже сознание терял, чтобы добыть эту справку, прикинь, какие ты испытания. Нет, какую справку добывал. Да, но добудьте, добудьте это только без потерь сознания. Не знаю, мне кажется, мне в детскую уже не дадут. Нет, тебе надо не в детскую, тебе надо где ты находишься на учете, тебе надо в том месте. Пока что я в детской. Ну, значит, в детской, что нет противопоказаний для занятий физкультурой и спортом. Все очень легко. Прийти тебе за один час там или за сколько, за один прием тебе ее выпишут. Там ничего не надо вообще движения совершать. Тебя спрашивают, жалобы есть? Нет, смотрят твою карточку и все. Я в курсе, молодец. Алло, я на тренировке. Ну, немного. Че, немного, блин? Че, час, полтора часа тебе заниматься штабом? А ты че хотел? Пусть подтягивается. Скажи дружинам подтягивайся. Попробую. Пусть подтягивается сюда. Или на турнике. Давай, давай. Подходи, подходи. Говори, все, да. Подходи, говори, подходи. Я знаю, что надо. Ладно. Сюда тянуть наоборот надо. И даже пусть потусуется рядом с тобой. Посмотрит, что творит вдруг брат. Корешок, чувачок. Че вообще, для чего он вытворяет с турниками? Сгибает их об себя, да? Практически переглазит. Ты же хочешь быть сильным, ловким, смелым, правильно же? Все хотят. Ну. Поэтому надо стремиться. Все в твоих руках. Ноги вперед, пронароди. Опять вот ты почему-то взял левую ногу вниз. Как будто бы ты распереживался. И вниз ее дернул. Этот выше. Ну, ведь это не должно быть для тебя помехой, Данил. Нет, перепрыгнул, это не помеха. Ну да, ну, залетик сделай. Ты помнишь вращение, когда вперед делаем на 180, развернуться к ней? Вот сколько сможешь без остановки прыгнуть туда, развернуться, обратно. Вот сколько раз ты сможешь, например, не останавливаясь, сделать перелет. Но остановиться, не слезай. Сейчас, секундочку, подожди. Пока лови, держи вот эти. Оп. Маги успенные. Ну, они и для... По мешкам я бью, или там по деревяшкам, по разным. И на велике покататься, и для вот силовых упражнений нормально. Там уже зашивал, перешивал, стора. Ты их помнишь, они еще... Им очень много лет. У меня есть этот дом, подобные. Старые, кожаные, если есть, у родителей. Не кожаные, тряпочные. А, ну тряпка может порваться, кожа попрочнее. Может быть, старые какие-нибудь перчатки, там можно убать, спросить. Или как-нибудь вот такого характера, чтобы не покупать. И там просто потом можно лотки кожи, когда она шлепывать, приклеивать заплаточки. Ой, простите. Поэтому, Данька, изучай науки, изучай, как тело травмируется, и как его восстанавливать. И рассматривай это с позиции народной гимнастики, оздоровительной гимнастики. Ну да, да, гасишь, гасишь ты прям ногами, блин. Сейчас лучше, но все равно гасишь. Почему-то ты пык пытаешься вниз, как будто бы землю ловишь. Есть такая штука, ну, прошутишь, когда прыгают, учат сразу вначале не ловить землю. То есть, бывает, люди приземляются в смысле слоты, а скорость нормальная там, приземляться с кул. Либо купол круглый такой, либо крыло. И вот они когда летят, лептри, знаешь, пытаются поймать землю. А это не надо. На ножке вместе смотреть на линии горизонта и прям бум. Вот так должно быть. А у тебя получается, когда прыгал или у кого-то, ребят, как будто бы в этот момент ты летишь, летишь, летишь. И будто бы здесь хочешь как бы ногой поймать. Вот в этот раз ты левой ногой, а когда в эту сторону прыгал, вообще двумя ногами хочешь поймать. Пронатись к стене. Прокидывай к стене. Так, один на экспрессу. Допустим, ты убежишь, так, о-о-о-о-о. Смотря какой вид парашюта. Можно побежать, если, допустим, это крыло, парашют называется крыло. Это больше спортивного применения, либо применяется надо быстрый и очень управляемый совершить приземление. Вот крыло, оно прям реально в виде вот такого крыла. Ты видел, да, их? А есть купола, это более военные. Там вот я прыгал на лисы или на парашюте, да, с парашютом D6 серии 4. Сейчас D10 в армии, сейчас современнее. Это купол, который, если сделать так, в общем, скорость приземления, удар, чувствуется как будто бы вот со второго этажа прыгаешь на землю. Вот такой удар, представляешь, что мы чувствовали. Если сделать так, есть вариант поломаться очень больно. Потому что в этом случае у нас идет удар. Прям вот точно на ноги, точно. Я даже сейчас ударил специально. На самом деле там делается так чуть согнутый. Вот так прям спокойно. Завалился, падает надо сразу. Потому что купол может дернуть там прям вон. Он 64 метра квадрата, если я не ошибаюсь. То есть он громадный. Поволочь. А побежать можно, круто, да. Если люди приземляются прямо на такой пятачок. Представляешь, прямо вот такая вот точка. Это очень крутое исполнение. Крутись там всякие дела. Даже вот так перекручиваются. И потом хоп-хоп-хоп побежал, купол погасил. Если сзади, он за спиной развивается. Надо развернуться сразу и погасить. Значит, чтобы воздух не надувался. И сразу же скрутили. Для этого, чтобы прыжки, вот я не знаю, как на спортивной готовить, а в военных лагерях там очень долгая подготовка. И сами парашюты люди укладывают. Ну, воины, допустим, да. Или кто прыгающий. Парашютисты. Мне это было больше всего. Я не любил это больше всего. Особенно зима была, когда ема, зимние прыжки, укладка парашюта. Купол громадный, стропы, веревочки такие. Сама сумка, ну вот это вот, лямки, там все объяснение, система. Вот так. Надо стропу к стропу, парашют, правильная укладка. Ветер подул, бах, сбилось. Там вообще, как оригами, короче, только прикинь, несколько десятков квадратных метров. Дубах, пальцы не двигаются. Все надо протянуть, натянуть, закрутить, запаковать. Там натяжение, там если неправильно сложить, он здоровый становится, хрен засунешь. Он тяжеленный, там сумка такая. Он кажется, ну, этот, таким, маленьким, компактным, легким. На самом деле парашют за спиной, когда это вот такая вот блямба, такая, вот так вот он гу-гу-гу. А у меня прыжки были, мне на нашли несколько раз везло, особенно в первый, кажется, прыжок. Вообще весело было. В общем, там есть, помимо парашюта, когда вот так выдергиваешь, например, там есть счет военный, 501, 502, 503, три секунды, а счет кольцо, 504, 505, упал. То есть, вот так вот, прыгаешь, потому что вылетаешь, можно, кто расхлябанный, если вылететь, можно удариться, ребята об борта, ударились об самолет. Так представляешь, прыгаешь, тебя крутит, ну, кто прыгает, а вот меня, в воздухе, там, с километровой высоты. Потом вот этот идет отчет, прыгнуть, три секунды отчитываешь, чтобы был распорядок между прыгающими, чтобы под лопасть, много, да, причин. 501, 503 секунды. И открываешь, смотришь, проверка купола, он может перехлестнуться, могут стропы запутаться, там вообще границ, там есть такая тема, изучается, если запутывается, надо взять нож, резать стропы, там, то есть, жесть, это не значит, что прыгалось, это очень жуткие, ребята приземлялись на запасные, там ноги ломали себе. Парни сдали ее. Слава богу. Запасные, это маленькие, на пузе расположены, это маленький парашютик. Кто-то испугался, срывал и основной, и запасной, там вообще полчаса в воздухе, болтается еще, можно в воздушный поток попасть, и просто типа летать, знаешь, там вот парить, ну, на... да ты прям мужуешь, конечно, у нас это, у нас, если ты помнишь, еще всякие там особенности, здоровье. Там интересно так, Посмотри, там интересно. И вот прикол есть какой, я прыгал бы, ищу прибор, если теряет сознание, идет прибор, как обратный ход, часы, он отсчитывает 5 секунд, или 7 секунд, или 5 секунд, я не помню, такой, АД-3УД называется, и он потом автоматически срывает пломбу, там специальное кольцо, его просто так видно, надо силу дергать, это не просто потяну колечко, там прям дергать надо, потому что оно все вот, вот так завязано, законтровано, и я прыгал на этих приборах, то есть я отсчет вел, руки держал, но я прыгал на приборе, он у меня раскрывал, и вот я в свободном падении летел, там с какой скоростью, полет, по 5 секунд, если не ошибаюсь, 5 секунд, кажется. Вот такие вот штуки. Поэтому прыжок с парашюта сейчас во взрослой жизни я сто раз задумываюсь, и как у меня первый прыжок был, Ан-2, курбесник, да, самолет, вы знаете, с бумаги, представляешь, загружается 11 человек, вот здесь сидят перед, где-то, высаживающий, 5 человек, с моей стороны 6 человек, я 6-й сидит, то есть 1, 2, 3, 4, 5, я сидел вот так вот, просто открывается, взлетели, ну трясет нормально, нормально, вроде весело, там все вот эти вот пристегнутые, которые фал, вытягивающие дома, а не спрашивай такой, который основной будет вытягивать, там система такая хитрая, а раньше вообще приземлялись просто, ну, 50-50, что инвалидом, а Сталин сломается, то есть просто, бух, такие мешки, особенно в войне, когда прошел, воздушная войска, были 39-й год, когда они были основаны, и в общем, открывается, и для меня такой, раз, кино показывают, я не пойму, еще там такой, земля маленький, такие, я и дырит, калатик, так, знаешь, просто, и человеческий, и парняка встает, такой раз, вот он пятый был, вот я не помню, это в первые разы, или какие-то последующие, первые там, может, несколько раз, или последующие, я вот не могу вспомнить, но так часто мне удавалось, удавалось, и он такой раз, такой, ну, не, я все смотрю, суетусь, и я такой, у меня вот это, приехали, прибыли, как сейчас, что будет происходить, а нам рассказывали, что да, там нормально все, не переживайте, если не заходите, не будете, что вы волнуетесь, и он такой, иди, все, он прям напрекся, такой, ему говорят, ну, ладно, нормально все, такой, да, такой, бах, его прям, кто выводящий, его, толкнул, ну, а что, смута такая, и ко мне поворачивается, и все, готов, готов, а там даже подходить надо, то есть, вот так подход, на борту, когда находишься, прям так, самолет же летит, а это, представляете, там, какое-нибудь условие, там, когда надо маневрировать от мин, там, это, воздушных взрывов, там, вообще качка, то есть, вот так подход, жж, жж, ву, и полиснулась, вот такая вот штукенция, а когда подходишь, не этот, не вытягивает оттуда, вот смотри, вот когда внутрь, кто выводящий, отпускающий, он пристегнутый стоит, потому что, да, могут выйти, ну, конечно, скорость там, полет, я не знаю, какая скорость, сколько там, 230 километров, ой, ну, да, 230 километров, в принципе, это зависит, конечно, от высоты, вот там, ветра нет, там, вот, сколько размах прыгающих, спокойствия, там, нету порывов ветра, представляете, это расстояние, это километр, 800 метров, вот такой вот ориентир, вот так разговариваешь, слышно, а он, вот фигурка летит, ну, не вот так в зале, а нормально, там, допустим, 50 метров, разговариваешь, вообще тишина, то есть, прям, конкретно, тишина, спокойно, ни птиц, никого, а когда уже, да, начинает к земле, очень вильно, ну, просто, кажется, тарелка земля, вот тарелка, вот плоскость, ну, это же обсуждали, то есть, прям, плоскость, там, может быть, горы, не горы, какие-то объекты, и только потом, фокусируешься, понимаешь, домики, не домики, девица, как трава, короче, то есть, приземление ближе, не кажется, скорости, не с чем сравнить, скорости, непонимания, да, но когда начинает приземляться, вот, что мы коснулись, парашют, прыжки, прыгали, травмы там, или получать, начинаешь приземляться, а прям вот так, как со скоростью, как со второго этажа прыгать, только еще с натягом, с таким, что, понравилось этот зал? Надо Николай Алексеевичу позвонить, узнал ли он у Алексея Егинаевича, что там будет? Хочешь, давай, ты можешь ему пилик, ты хочешь, я ему позвоню. Я с ним разговаривал уже, сегодня разговаривал? Да. Так, можешь, знаешь, оценил, приедет на этой неделе, сказал. Ну, как у него настроение? Бодрое, очень радостно. Я с ним вчера разговаривал. Увидел, что команда джентльменов появилась в Покровске. Он хотел спрашивать, кто это. Братва наша. Всех, всех. кто-то на номер один. Нифига себе, вот это, типа, они крутые. Все, надо приехать на этой неделе, все, со всеми познакомиться, надо подумать, футболки, всем сразу там, все. Да, у нас же фон. Надо подумать не только, говорит, джентльменом, футболки, вообще всем. Вот Даня, тоже красавчик, ему тут фаталин. Как умел, если мы приобретем такие вот мальчики легкие, здесь будет логотип федерации из такого места. Ты ничего выносить на тренировку не постесняешься? Нет. как у тебя с логотипом, там какой-то лично на плече, а рыбок. И на тренинг, мы просто хотим, мы хотим, штанцы, не знаю, потянем, нет, а вот футболки хотим, или майк, как это назвать. Я вот думаю, можно рукавные, а можно вот такого. Нет, мы же рукавные. Рукавные лучше. Но, так как мы приобретаем, это просто рукавные подороже они стоят. Вот чем дело. Мы стараемся правильнее подоступнее варить. Но рукавные они не получат. Согласен. Спроси, знаете, он с шоу здесь будет? Конечно же, он вкусен.